Джеймс Олдридж Мальчик останется один, а об этом страшно было даже подумать Послушай, мальчик, я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание Перебинтуй мне руки и ноги, стащи с меня, акваланг Дэви разорвал рубашку и перевязал раны Бен велел разослать рядом с собой большое полотенце и перевалился на него спиной От боли он опять потерял сознание Потом медленно пришел в себя и еле слышно проговорил Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками Они долго взбирались по склону Бен поминутно терял сознание Как же ты поведешь самолет, спросил Дэви Ты не можешь двинуть рукой, да и глаз не открываешь Бен подумал, Дэви не должен пока знать, что машину придется везти ему Он перепугается насмерть и сказал Я могу летать вслепую, а управлять коленками А теперь навали-ка побольше камней у дверцы Тогда ты сумеешь втащить меня в кабину Попросил Бен и подумал Только бы не умереть сейчас, дотянуть до конца И показать мальчику, как посадить самолет Придется тебе взяться за дело самому, Дэви Расклеился твой старик Иди вдоль берега До самого Суэца Невнятно пробормотал Бен Почувствовал, что опять теряет сознание Дэви остался один Он помнил все, что отец рассказывал об этом самолете Ему удалось поднять самолет в воздух От Суэца дорога вела в Каир Она шла на запад, через пустыню А Суэцу знать нетрудно Там кончается море и начинается канал Бен медленно приходил в себя От резких толчков боль сделалась нестерпимой Дэви, что ты делаешь? Крикнул он Мы почти прилетели, сказал Дэви Самолет мотало над аэродромом Что ты видишь? Кричал Бен сквозь приступы боли Аэродром? Издание Каира? Глаза Дэви таили ужас Самолет не хочет идти вниз Машину бросало из стороны в сторону Потяни рукоятку триммера Кричал Бен Выключи мотор Так, теперь делай круг над аэродромом Дай ручку вперед Нагни ее влево Влево! Жми ручку вниз! Ветер! С отчаянием кричал Дэви Ветер не дает! Бен знал Приближается последний дюйм И все теперь в руках мальчика Слезы текли по щекам Бена Шесть дюймов Дэви Язык почти не слушался его Бен охватил страх Он силился крикнуть Пора! Но не мог И вдруг хвост и колеса коснули земли Это был последний дюйм Самолет описал круг И замер Наступила тишина Ах, какая тишина И покой Бен чувствовал их Всем своим существом Он неожиданно понял Что выживет Что не хочет умирать Не хочет сдаваться И Бен остался жив Правда, пришлось отнять левую руку И таким образом С профессией летчика Было покончено Но все должна была решить Встреча с мальчиком Тот либо все начнется Либо снова кончится И может быть Навсегда Когда привели Дэви Бен увидел Что это был тот же самый ребенок С тем же самым лицом Которое он недавно Впервые разглядел Но сейчас Ему важно было знать другое Сумел ли мальчик Что-нибудь увидеть В своем отце Ну как, Дэви? Робко спросил он сына Здорово было, а? Дэви кивнул Бен знал, что мальчик Вовсе не думает Что было здорово Но придет время И он поймет Им обоим Нужно время Ему, Бену Теперь понадобится Вся жизнь Которую подарил ему мальчик Теперь-то он доберется До сердца мальчишки Рано или поздно Но он преодолеет Последних Разделяющих Уделений Как щепка трещит броня А Бог от ноги разбирается Какое мне дело До вас, до всех А вам, до меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok